Всем привет, друзья! Сегодня первый выпуск по новому проекту Самодельному снегоходу мощностью 17 лошадиных сил Итак, для начала давайте разберемся, что мы будем строить Это будет простой, быстрый и легкий снегоход Собранный на узкой, но длинной гусенице А самое главное, он будет недорогим Так как все основные узлы и агрегаты на него можно купить за очень небольшие деньги Начнем с двигателя Это китайский двигатель LeFan Я не буду вам рассказывать такие подробности, как крутящий момент, максимальные обороты, уровень шума и прочее Все есть в интернете Для нас самое главное это мощность 17 лошадиных сил Наличие ручного электрического стартера И встроенная катушка освещения на 18 ампер На мой взгляд, это самый оптимальный мотор для самоделки по соотношению мощность, цена, функционал Данный двигатель мы заказывали на сайте ribbingdog.ru И обошелся он в 21,5 тысячи рублей Все ссылки на магазин будут в описании Там же мы заказали вариатор, вариатор Safari Обратите внимание, что он установлен со смещением наружу, через проставку Делается это для того, чтобы отодвинуть ремень вариатора как можно дальше от глушителя Но глушитель мы все равно немного доработали и сместили назад Кстати, на этом снегоходе мы оставим родной глушитель и не будем изготавливать самодельный, как на наших ранних снегоходах Теперь о гусенице Рассматривая всевозможные варианты, наш выбор пал на данную гусеницу производства завода Composite город Куск Полярник 64 шага, размеры Длина 3232 мм, ширина 380 мм Высота грунтозацепа 23 мм Немного больше, чем на гусянках буксировщик и буксировщик пломб Который мы использовали на ранних снегоходах Шаг 50,5 мм Стоит отметить, что Бурановский шаг упрощает поиск звездочек, катков и валов Все из продажи Данная гусеница идет как тюнинг снегоходов Буран и Стелс Ермак Заказывали мы ее в Курске, в магазине Снегоход Сервис Все ссылки будут в описании Итак, снег растаял, наступило лето, продолжаем Рама абсолютно новой конструкции В основании, как и на вепре, прямоугольная труба 20х30 Моторный отсек изготовлен из водопроводной трубы диаметром 21 мм В отличие от вепря, здесь надрамник несъемный На нем уже приварены крепления рулевой колонки Крепление рычагов передней подвески И площадка крепления двигателя Данный снегоход мы стараемся делать максимально легким Максимально дешевым и максимально простым Впереди еще очень много работы Ставьте лайки, пишите комментарии Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok